Бытовые отходы, строительный мусор, сломанные окна, старая мебель. Все это каждую весну, когда тает снег, находят на береговой линии Печоры и в лесу. Объекты природы превращаются в свалку. Чтобы призвать жителей уважать природу, Центр природопользования провел конкурс рисунков среди детей под названием «Живи лес». Какой он чистый лес глазами детей смогла увидеть наш корреспондент Любовь Пермякова. Яркие краски, чистые берега и ни одной разбитой бутылки. Таким видит идеальный лес шестиклассница первой школы Вероника Смирных. Я рисовала речку и деревья. Там было все такое желтое, оранжевое. Смысл был просто изобразить природу, какая она на самом деле есть, и без вмешательства человека. Иногда приезжаешь в лес, там все как бы заброшено бутылками и не очень хочется, чтобы так было везде. А везде действительно так. Только в августе этого года сотрудниками Центра природопользования и другими участниками экологической операции «Чистый берег» было убрано с водоохранных и водозаборных территорий, а также с берегов рек и озер Ненецкого округа, более 8 тонн мусора и бытовых отходов. Цифры ужасающие. Они, по словам сотрудников Центра природопользования, связаны с низкой экологической культурой жителей округа, которые наносят значительный ущерб окружающей среде. Цель этого конкурса, прежде всего, была, конечно же, донести до наших жителей, жителей города и округа, что лес надо беречь. Потому что в течение июня месяца, в течение сентября, августа были совершены десанты не только учащимися, но и работниками таких учреждений, как «Чистый город». И постоянно весь май месяц, июнь убирали лес. И в сентябре мы наблюдали снова ту же самую картину. Чтобы такая картина больше не повторялась, сотрудники Центра ведут большую просветительскую работу. Различные конкурсы, лекции, флешмобы. Только на всероссийскую акцию «Живи лес» откликнулись более 50 детей. Этот конкурс оценивался по трём номинациям – гуаш, акварель и акварельные карандаши. Победители-участники получили памятные призы и дипломы.